Чем может помочь целителю обычный костер? Я вспомню слова Гурджиева в свое время в книге «Разговор Вильзевула со своим внуком», вы, наверное, читали. Он описал историю, когда он из Женевы ехал в Париж и разбился на автомобиле. Когда он разбился на автомобиле, он был в очень тяжелом состоянии и попросил своих учеников развести костер. Они его садили на такой тележке, подвозили его к костру. И он сидел и долго очень смотрел на костер, который перед ними горел. И со временем, когда начали... Со временем, очень быстро, кстати... Он написал в своей книге это следующим образом. Я чувствовал себя в этой коляске, как большая мясная отбивная, которая точно как отбивная, но точно не как человек. И дальше он дает некую такую эзотерическую практику, которая в дальнейшем многократно была использована тем, кто следует идеям этого эзотерического направления. Об этом говорил и Успенский в свое время. Кто читал Успенского в журнале ТООСов и ТООСовских журналах, это было в публикации за 1990 год, в публикации книги, которая вышла в начале 90-х годах, которая называлась «Обучение в Женевской школе, эзотерической школе», где вот как раз говорилось о данной практике. Далее это были как раз те учебники или та информация, которую в свое время как раз и давал Гурджи своим ученикам, а это было переведено на русский язык, так как печаталось на французском языке и в дальнейшем, опубликовано у нас вот в Советском Союзе на то время. И одни из первых учебников появились. Они появились первые в плохом качестве в начале 80-х, а в более хороших в 90-х. То есть это обучение ТООСовского общества, и там разные были Женева или Мюнхен, или Париж. То есть кто как хотел.